Всем привет, дорогие друзья! С вами Залел, и мы с вами продолжаем играть в 60 секунд. А на этот раз мы с вами будем дожидаться прихода блинчика, либо рейдеров. Вот. В принципе, я знаю, как блинчика дождаться, то есть там надо выполнять такие поочерёдно, как бы, задания. А вот насчёт рейдеров я пока что не уверен, то есть не знаю. Ну и третья задача — выжить максимально дольше. Максимум я выживал, давайте сейчас посмотрим, секунду, мне даже интересно самому. Так, а вот, 73 дня. В принципе, неплохо, но хочется всё-таки побольше, до 100 дней дожить. Ну что ж, у нас задачи, в принципе, есть. Мы с вами начинаем. День первый. Итак, давайте посмотрим, что мы имеем. У нас есть 8 бутылок, 6 консервов, аптечка, противогаз, дихлофос, ружьё, карта и... У нас всё есть. Ребят, у нас есть всё. Поэтому 100% мы с вами выживем. А, ну, по крайней мере, попытаемся 100 дней. Итак, раздать припасы мы не раздаём. Казалось, апокалипсиса будет достаточно, чтобы погасить любые наши споры. Однако, когда будущее не окрашено в красивые цвета, когда смотришь на голые стены, остаётся просто поднять себе настроение. Да, ребятки, у нас есть шашки, у нас есть картишки, блин. Как-нибудь, надеюсь, вы скоротайте времена такие плохие. Мы перестали спорить, но надолго ли? Поразительно, но Мэри Джейн прекрасно справляется с данной ситуацией. Хорошо, сегодня ты ничего не хочешь. Это замечательно. Похоже, что, на поверьте, всё ещё царит радиация. А, мы не будем так. Сегодня мы проснулись и почувствовали себя не совсем уютно. У нас ощущение, что кто-то следит за нами. Могу поклясться, но мы видели передвигающую тень. Если кроме нас... Так, так, так. Давайте, чёрт возьми, топором. Топор вроде как не должен сломаться. А вот ружьишка может... Да, сдёрнуть. Итак, что бы это ни было, оно мертво. Надеюсь, мертво. Может быть, здесь прячется кто-то ещё более противный. Найти что-то попить. Так, попить. Все хотят пить. Ну-ка. Ну да, в принципе, так и думал. Все после третьего дня уже начинают... Блин, мы пить хотим. Радиация в наших окрестностях всё ещё прежде... Ах, вот как я вот это ненавижу, ребята. Это, знаете, это просто вот ужасная хрень. Самое ужасное, что тут какой-то сраный потоп. Спасаем, естественно, радио. Жалко карту, потому что карта нам всё равно пригодится. День четвёртый. Мы её можем, в принципе, починить благодаря руководителю бойскаута. Ну, когда это будет? И если блинчик придёт раньше времени, то это будет очень плохо. Член придёт справляться с данной ситуацией. С этим ничего. Всё окей. Продолжаем. Нам трудно находиться здесь. Мы должны сделать из него место получше. Иначе не видать удачи. Или... Ну, сейчас. Продолжу, так сказать. Фразу. День пятый. Так, немного похрапели. Молодцы. Иначе мы могли бы столкнуться с опасностью, о которой мы не мечтали. Да, сколько раз мы это уже слышали? Читали-то сколько раз? Так, хорошо. Надеюсь, ничего нового сегодня не будет. Блин, мутирующие грузовные нападают на наши запасы. Мы не уверены, что это крысы. Или дикие кролики. Или просто кто-то мутировал хомяков. Все эти варианты довольно мрачные. Мы бы могли использовать запасные припасы или что-то ещё, чтобы избавиться от вредителей. Топором их руби. Ружьешка нам ещё понадобится. День шестой. Это замечательно. Видите, топор просто охрененный. Ура, наши припасы спасены. Это плохие новости для 20-х мутантов. Думаю, мы всё ещё вершины в пищевой цепи. А, все хотят пить. Да, все хотят пить. Пока что, кстати, никто не хочет жрать. Это замечательно. На седьмом дне, наверное, будут уже... Так, наш убежище посетил человека, который, так-так-так, бухгалтер. На две бутылки воды, согласимся? Блин, я бы и так не согласился. Да, конечно, в предыдущих сериях я постоянно играл в картишки. Но мы можем и проиграть. Поэтому не надо. А у нас бутылок, видите, не очень много. Итак, игрный бизнес это ужасно. Игорный, может быть. Пример, мы подаём детям на нужный припас. Да, 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 да. А, голодают все, кроме Теда. Это странно, хотя... Но большой желудок. Так, радиация всё ещё. Так, у нас несколько патронов. Мы должны скорее... Давайте найдём. Правда у нас... Смотрите, и вправду у нас кто-то скоммуниздил патроны. Ребят, как... Какого хрена? Мы теперь появились. Первое, что мы обнаружили, забытую колоду карт. Мы тут же разложили. Да лучше бы карту вы нашли. Чёрт возьми. Мы нашли боеприпасы. Это плохо. Так, только у нас Тед хочет, да? Да, да. Карту бы нашли. И всё. Замечательно бы дальше всё было. Хотя... Наш мусорный бак становится... Так... Тараканы. Так, тараканов мочим, конечно. Дихлофорс не трогаем. Потому что, как вы помните, из него можно сделать либо аптечку, либо что-то там ещё. Так... Мы избежали шальной пули. На этот раз у этой пули было восемь... Так, так, так... Это мы всё читали. Жажда, жажда, жажда. Блин, вы все одновременно пить-то хотите. Нас, вон как... Всё ещё царит. Мы всегда мечтали устроить вечеринку с огромным тортом. По какой-то причине мы никогда этого не делали. Один раз нам обещали большой торт. И как выяснилось, это было ложь. Это было разочарование. Мы определили, получим торт, когда радиоактивные облака уйдут. Типа... К порталу, что ли. Отсылка. Гладос. Так, день десятый. Как вы видите, у нас запасы просто уменьшаются с огромной скоростью. Давайте просто оставим всё эти вопросы. Надо думать о настоящем. Хорошо. Так, что с вами? С вами всё ок, как было написано. В нашем городе всё ещё сильное загрязнение. Поэтому не идём. Казалось, апокалипсиса будет достаточно, чтобы погасить любые наши споры. Однако, когда будущее не окрашено в красивые цвета, когда смотришь на голые стены, остаётся просто поднять себе настроение. Как хорошо сказано, а? Золотые слова! Хотя, если бы я в такой передряге был, я бы повесился. Честное слово. Это просто нереально. Особенно, знаете, у кого есть клаустрофобия, или как это называется, в общем, замкнутых пространств. Представьте. Там вообще хана просто человеку. Мы перестали драться, но надолго ли? Поразительно, но Мэри Джейн прекрасно справляется с данной ситуацией. Она прекрасно выглядит. Довольно в прекрасном состоянии. Так, ну раз в хорошем, точнее, не будем ничего делать. О-о-о-о! Так, вот это уже хорошо. О-о-о! Надеюсь, вы только не сломаете грязные макаки. Молодцы! Блин! Ну теперь мы точно... Не знаю, молодцы-примолодцы! Хорошая новость! Мы сделали себе карту, которую можно нормально использовать. Только вопрос, сможем ли мы прочитать то, что понаписывали. Мэри Джейн давно ничего не пила. Так-так-так-так-так. Все хотят пить, да? Да, все хотят пить. Кстати, и я тоже пить хочу! Секундочку. Путешествие все опасно. Да что ж такое-то? Когда там радио, кстати, заиграет, типа, нас уже спасти. О, наконец-то, наконец-то! Давайте узнаем, что происходит. День тринадцатый. Мое счастливое число. На этот день 100% все-таки хорошее произойдет. Мы смогли получить слабые сигналы, насладиться с детьми Мэри Джейн. Короче, жрать все хотят. Кроме Теда, да. Тед, это, попозже. Он может побольше выжить. Так, а вот теперь погнали! Так, мы не можем продолжать. Так, давайте, давайте, держите глаза на готовый радио. Кто мог подумать, что гранируин наш красивый район. Так, давайте слушать, слушать. Может, сейчас опять будет новость, типа, ох, правительство Непало, оно здесь, чтобы нас спасти. Они идут за нами, все можно сделать. Это терпеливо ждать, помощь уже в пути. Замечательно. Так, Тед, конечно, голоден. Давайте его накормим. Как вы знаете, это хороший день, чтобы выйти наружу. Однако стоит немного напрячься. Так, пойдет вот это вот. Красотка наша. День пятнадцатый. Жажда, жажда, жажда. Все хотят пить. Хорошо. Слышите, это нет? Потому что все молчат. Ни слова в час, ничего. Мы не можем просто смотреть на стены. Давайте займемся чем-нибудь. Хорошо. Лучше уж помолчать, чем, знаете, зудить, типа, когда мы выберемся, когда мы выберемся, когда мы выберемся, когда мы выберемся. Вот это, это, вот это может реально свести с ума. Ах, как нам повезло, что мы взяли радио. Мы можем послушать немного музыки. Они же еще проигрывают музыку, да ведь? Так, что там у нас? Товора, Стед, Тимми. Все с ними замечательно. Ах, сидеть в безопасности под замком, это замечательно. Но это не значит, что мы и хотим выйти на прогулку. Надо будет прогуляться в ближайшее время. Да, да. И такая, и такая картинка, блин. Замечательно, что они купаются, а? День семнадцатый. Вам этого не видать, фигу. Мы можем заботиться только о себе. Тимми выглядят нормально, да, да, да. Хотя и... Что там? Нормально все. Я на всякий случай, ребят, все-таки проверяю. Люблю я это делать, чтобы точно не пропустить. А мы действительно хотим вернуться к прежней жизни. Простануть чистое небо и вкусное еда. Ах, если бы можно было повернуть время вспять и остановить падение этой проклятой бомбы. Действительно. День восемнадцатый. Ну, уже восемнадцатый день. В принципе, так, неплохо. Так, надеюсь, что это скоро придет. Мадемуазель. Так, все хотят пить. Мы не думаем, что будем рады увидеть танцующего таракана. Мы видели одного большого, как кошка. Мочи его, что делать? Они хорошего ничего не приносят. А вот пауки, если бы тут Мэри Джейн была, вот помните, да, что красотка еще та. Фух, было близко. Гнездо этих жуков могло составить нас, приехать на пустошь. Тараканы-то ужасные. Радиоактивные тараканы еще хуже. Фу. Голод, голод, голод. Кроме Теда. Хотя, блин, Тед, получи сегодня вне очереди. Мы чувствуем так. Наши убежи. Фэн-шуй здесь не работает. Нужно передвинуть вещи. Мы пока нашли секретную дверь. Что за ней? Так, ну-ка, давайте. Поищите, что там. День двадцатый. Ух ты, что ты принесла? Почему ты... Господи, голод, усталость. Жаротву-то она принесла, конечно. Мы осмотрели каждый угол в доме, но ничего не нашли. Мы только зря потеряли время. Пойди-ка еще и устали, да? А, нет, смотрите. Слава богу, не устали. Только Мэри Джейн. Так, Мэри Джейн, что-то так одним из них казалось обезьян. Как, видимо, прошло через многое. Так, обезьянку мы... Два супа. Ёб твою дивизию. Так, ребят, я прошу прощения. Может, кто впервые смотрит. Поэтому, видите, я как быстро листаю, ничего не читаю. Давайте я чуть помедленнее. Может, вам стоит лучше на паузу поставить? Видите, я вас забочусь, так сказать. Так, все. Если что, поставьте на паузу. Так, только ты вроде голодная, да, моя дорогая? Да, так и есть. Раз... Так, похоже, что... Так, дальше все. Завтра, конечно, выходим. Успели... Так, как армия снова вышла на связь? Давайте, спасаемся. Хотя, я уже говорил, наша задача не спасаться сегодня. Но, не знаю, жажда, голод, жажда. Так, понял. Все, что по плану. Незапно, фонарик перестал работать. Ничего, ничего. Вода все, что хочет. Все хотят пить, а это еще и жрать. Так, кто пойдет наружу? Давайте. Мы давно мамку, кстати, не посылали. Ну-ка, давай. Только единственная проблема, что... 22-й. Противоказ у нас как-то немного разорван. Мэри Джейн очень голодна. Что ж такое-то? Голод, усталость. Держи, покушь. На тебя запас-то хороший уходит. Как насчет того озера, на котором мы собирались несколько лет? Как бы было хорошо отдохнуть? От всего этого безумия. Немного поплавать, покататься на лодке. Даже если бы наш дом превратился в кучку атомов. Да, поплавать. Правда, я вот, кстати, плавать ни хера не умею. Я только единственное по-собачьей умею плавать и все. Вот. Не знаю. Надеюсь, скоро придет то время, когда мы оставим это проклятое убежище. Вроде никому не... Ой, там этот еще пришел. Ёп твою. Хотя, может, еще и... Так, я вам одну, вы мне эту. Я вам четыре, мне... Ух ты. Ружье. Но нам ружье пригодится. Я не знаю. Стоит ли, ребят? Вот, ребят, задумайтесь. Ружье мы можем, в принципе, еще найти. Да, давайте. А потому что... Ну, если что, нас военные могут спокойно, как бы сказать, спасти даже без оружия. Я уже это проверял. То есть, если у нас пушки-то и нет, то и нет. Мы совершили сделку с Продзоном. Помогли его парковать. Он ушел в путь. Как будто знает, куда держит путь. Так, вот видите, и все уже хотят пить. А мы бы уже с вами. Так что он нас выручил. Выручил, ребят. Казалось, апокалипсис будет достаточно, чтобы погасить любые наши споры. Однако так, это я уже слышал. Причем в самом начале игры. Где наша маманя-то? Я что-то ничего не понимаю. Тед, усталый, замоченный голодь. Маленький Тимми хочет покушать. Держи, суп у нас до хрена. Послушаем. Там, скорее всего, будет. Ёб твою мать, да мудили. Как вы это сделали? О, черт возьми. Внутри радио что-то взорвалось и загорелось. Мы были в состоянии потушить его и поставить его на месте, но оно больше не работает. Твою мать. Это же очень плохо. Это очень-очень-очень-очень-очень плохо. Не, реально. Так, сегодня мы решили как следует повеселиться и сыграть сразу в две игры. Первая игра заняла у нас часть дня, и мы до сих пор не можем разгадать ее. Черт возьми. Очень плохо. Так, маманя! Ёб твою мать. Что ты хоть принесла-то? Мы поиграли в игру под названием «Правда или желание». Как выяснены, мы распространяемые вопросы, мы собираемся ли мы что-нибудь есть, кроме томатного супа. Одну баночку супа принесла. А вот маманя, как хорошо просто. Голод, жажда, жажда, голод, жажда, жажда. Мужики, короче, пить хотят. Да, мы хотят и то, и другое вроде, да. Нет, только вот это. Хорошо. Так, вперед. Конечно-конечно, выходим. Мы были уверены, что вы осмотрели ящик перепадки, получили там семена. Мы должны воды для огорода. Давайте! Ой, я дурак, там же целую бутыль мы просрали. Дерьмо. Пока ничего нет, никаких всходов. Давайте будем относиться ко всему оптимистично. Давайте надеяться, что семена не приводят в бесполезный цветок. Что за... Почему Тимми зам... Так, замученного Тимми мы, конечно, сейчас... Это... Или мы Риджейн. Не знаю, жажда, голод, да, ворос хочет. И попить. Поесть. Так, кто пойдет наружу? Давайте. Маленький Тимми. Он маленький. Он везде проберется. День двадцать девятый. Вперед. Вот этот уже... А, нет. Все-таки замученный еще. Ладно. Голод. Кое-кто хочет покушать. Риджейн не создает новых проблем сегодня. Тимми вышел на пустоши. Держи. Мы были заняты так, как добирали ту вещь. Но нам еще не... Как собрали кустарники? А, хорошо. Какие кустарники? Какие жопы кустарники? Зачем это нам? Жажда, жажда. Так, хотят... Мы можем работать даже в Тарвант. Это я читал. Так, так. Мы не думали, что будем так. Тараканов убиваем. Нахрена нам тараканы? Кстати, возможно, они тоже что-то дают. Я точно не знаю. День 31. Блинчик так и не появился. Хотя я... Черт возьми. Я блинчика жду и жду. Жду и жду. А его нет? Жажда. Так, держи, моя дорогая. Попей. Нам трудно находиться здесь. Мы должны сделать из него бесполучие. Иначе... Блин, у нас радио нет. Надеюсь, Тимми принесет нам новое радио. Это будет очень кстати. Не ружье, кстати. Иначе нам, возможно, принесет... Нам выживший. Дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Не знаю. Хотел мотоцикл изобразить, но не получилось. Тед Голод. Так. Где твой браток? Наши аптечки бесполезны. Так. Чиним. Дихвафос, в принципе, в другом месте нам не особо пригодится. Так, Тимми пришел. Молодец. Болеет. Да ёб твою. Прям, знаете, как... Как в воду глядел я. Ладно. А он ничего не принес. Как замечательно просто. Что-то станет. Сочетание американских инноваций и спрея от жуков может помочь сделать лекарства для пополнения пустой аптечки. Мы будем беспокоиться о побочных эффектах позже. Так, боялись. Так, так, так. Нам понравилась наша улица, особенно... Свои газонные. Так. Оказалось, что мистер Джейнс в будущем страдал от своей фантазии. Монолен несколько бутылок с алкоголем. Но по вкусу они абсолютно как обычная вода. Таким образом, мы думаем, что он не смог. Плюс один. Мэри Джейн очень голодна. Блин, одну бутылочку попить. Ну вы, ребят, конечно, даете. Жажда. Жажда голод и голод. У тебя голод, а у батьки жажда, да? Да, все правильно я сделал. Ну, естественно, мы его отремонтируем бедного маленького Тимми. И Мэри Джейн скоро пойдет. Так, смотрите, щупальца повсюду. Щупальца они растут. Стойте, черт возьми. Да это же сад. Мэри Джейн растет. Он вышел из-под контроля. Неужели? Это зубы. Мы должны что-то сделать. Да, вот мы пока что вот так вот сделаем, ребятки. Подожди, подозреваю я, что... А нет, смотрите, все нормально. Это важная, кстати, вещь была. Жажда голод. Жажда голод болеет. Посади и умри. Что замерзавится для тебя слишком быстро, а? Уф, уф. Если бы не товар, мы сейчас так, 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 понятно. На. Ах, отриц, ставрируем тебя, не боись. Жажда голод. Жажда голод. Блин, да че ж вы рыжие-то хотите все жрать? Так. Ты отдавай, ты сходишь. Посмотришь. Ты умеешь ходить. Правда, ты долго ходишь. Очень долго. Вот что я вам скажу. День 35. Две бутылочки попить, это плохо. Усталость, замученный голод. Так, маленький Тимми, давай покушаем. За маму, за папу. Мы всегда мечтали строить вечеринку с огромным тортом. Да, но это была ложь. Опять Гладес нас обманула. Или не знаю, может не Гладес. Почему эта отсылочка была? Усталость, жажда. Ладно, сейчас толстуха попьет. Держи. Блин, ну вы бы какую-нибудь, знаете, очистка воды была бы, знаете. Как, как, эээ, в этом. Как он называется? В Фоллауте, точно. К стуку дверь мы отнеслись с подозрением. Поэтому, когда человек подошел к нашему порогу и предложил игру в карту, мы были в замешательстве. Ставка две банки томатного супа. Ставим. Господи. Как не поставить-то? Ну-ка, ну-ка. День 37. У нас банки-то брали, сука. А что ж такое-то? Черт возьми, это человек, скорее всего, был жуликом. Жулик, не воруй. Пока мы спорим, что с нашим припасом. Вот сукин ты, сын. Жажда. Жажда, жажда. Ну ладно, банки супа это, конечно. Раз, раз. Блин, у нас все меньше и меньше. Черт, если батика не принесет, нам будет ханат. Мы обычная семья, у которой может быть пара аргументов. Блин, а начинали-то мы, ребят, как хорошо. Просто замечательно мы с вами начинали. И тут... Такая вот день 38. Замученная усталость. Хорошо. Но... Можем не переживать. Потому что, помните, в предыдущей серии... Тед... Ну, единственное, если бы не сошел с ума, он бы спокойно прожил. Нам дали какие-то люди халявную еду и воду. Я не понимаю, откуда такие люди? Батя! Батька-то молодец, я смотрю. Топор принес и противогаз. Умеет он. Так. Усталость замученной, усталость замученной. Жажда, голодание. Голодание, Тед! Бедный, бедняга, Тед! Что у тебя? Что у тебя там с пациентами медицинской? Мы выяснили. Так. Плюс одна баночка. Плюс две. Замечательно. Ой, молодца, молодца. У одного из мертвых пациентов был топор. Блин, что бы мы делали без нашего маленького Теда? Голодание. И жажда. Блин, они все такие грязные, вонючие. Так. Вот так вот, точно? Да. Я бы ему сразу по две банки дал бы, но... Мы не уверены. Так, Мэри Джейн. Мэри Джейн, не признесла ни слова. Может, стоит поговорить? Естественно. Нам не надо, чтобы ку-ку, ку-ку было. День сороковой. Гутылочки три, замечательно. Жажда, жажда, голод. Блин, как же много все хотят. Ничего не решать лучше, чем разговор. В животе Теда урчит. Держи, Тед. Ты тоже кушать, наверное, хочешь? Все кушать хотят? Нет. Рыжие не хотят. Ой. Рыжие пить хотят. Голод. Все, замечательно. А кто пойдет? Давай, Мэри Джейн, мы верим в тебя. Черт возьми. Давай, чтоб вернулось. День сорок первый. Иначе подохнем мы здесь, как свиньи грязные. Так, время разделить боеприп... Блин, почему боеприпасы, я говорю? Голод, голод, голод. Все хотят кушать. Спокойно. Накормим всех. Как насчет того озера, которое мы собирались? Это я уже слышал. Это я уже читал. Хотя, блин, я читал, а вы-то не читали. Ну, хотя, не знаю, ребят. Так. Баночка супа. Смотрите, он в тапочках. Маленький браток, почему ты в тапочках? Как он... Кстати, интересно, он в тапках ходит на улицу? Капец. Я только сейчас до этого додумался. Ладно. Тед голод. Я понял, Тед хочет покушать. Что-то там дышать. Что-то с вентиляцией. Блин. Возможно, там кто-то сострял. Кроме того, мы должны восстановить дверь. Блин. Дихлофос вот сейчас бы пригодился. Я не знаю, трогать лучше. Давайте не будем трогать. Что произойдет, если мы не будем трогать? День 43. По сути, ничего не произошло, кстати. Жажда замученной. Жажда, жажда, жажда. Все хотят пить. Мы решили приготовить проблему вентиляции. Черт с ней. Мы начали обращать внимание на другие проблемы. Как мы думали, нас... У нас образов... У нас образовался противный кашель, но проблемы с воздухом уладились сами... Мы не знаем, что это... Блин, это плохо, что у вас кашель. Это очень плохо. Хоть никто не болеет, но все равно... Кто-то чувствует это плохое. По 10 раз, на всякий случай, смотрю. Мы продолжаем мечтать о твоей прошлой жизни. Да-да... Хорошая жизнь была. Но это-то лучше. Как интересно-то стало, а, смотрите. Как просто великолепно. Ничего никто не хочет. Сладкие воспоминания. Это то, что у нас осталось. Мы должны быть готовы к суровой реальности. И тому... А тут было, кстати, теплое раньше воспоминание. Сегодня тыд, по крайней мере, не очень много. I want cake! Ну, точно, GLaDOS. Ситуация в наших руках. Есть группа, которая движется... Ну-ка, мочи-ка их! Вперед. Сейчас... Тра-та-та-та-та-та-та-та-та! Блин, пули летят! А мы топором спокойно там отбиваемся. Круто! Круто! Просто офигенно! Реалистично прям! Немного детства топором хотел, чтобы отправить всех трусов бежать. Конечно, они вернутся. Черт возьми. Главное, чтобы наша вернулась. Когда того раз... Ну, через экспедицию у меня небольшую царапину. Так, давайте. Ладно, придется аптечка. О, вернулась наша дорогая. Так, ты не болеешь хоть? Слава богу. Попить она действительно принесла. Радио не принесла. Вот дерьмо. А и главное, блинчик! Блинчик, ты где? Он даже не проявился никак. Так, жажда, жажда, голод, жажда! Пара-то, блядь, ничего не решила. Так, так, так. Около бара. Ну, воду нашли. Замечательно. Сейчас, секунду. Извиняюсь. Жажда, жажда, жажда. Жажда, жажда, вот. Те хотят пить, кроме ее. Уверенно, да? Блин, ну раз уверенно, значит отправляем. О, к нам пришла женщина с животным, которого она называет верблюд. Верблюд с пятью ногами. Животное несло с собой мешок разных вещей для торговли. А это че? Вот это интересно, кстати. То есть мы припасы можем, боеприпасы дать? Сейчас, секунду. Прошу прощения, ребят, высморкался, потому что, ну, когда чихаешь, всегда такая хрень происходит. Итак, я вам бутылочку воды... Вот это вообще, это что такое? Это такой наглеж, радиус за какой-то... Вот давай наоборот, я тебе бутылочку воды, а ты мне радиус. Тогда я вот соглашусь. Почему тут, кстати, наоборот нельзя менять? Я бы с удовольствием поменялся. Давайте ей дадим боеприпасы, я даже не знаю. Ну-ка, она че-нибудь скажет нам? Ну-ка, день 47-й. Так, и че изменилось? А, бутылочку воды она давала. Мы обменили... Мы обм... Блядь. Обменялись продавщицей, и она пошла своей дорогой. Так, 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 так. Так, хорошо, бутылочку воды мы получили. Это круто. Потому что боеприпасы нам не особо-то нужны были. Нет, есть, конечно, такой мудель, который тоже меняет там. Но там он меняет, по-моему... Там даже не бутылку воды, а вроде суп. А суп нам, на самом деле, не очень нужен. Голод, жажда голод, голод. Блин, че ж у нас с вами так все плохо-то? Голод. Рыжие хотят жрать. Это хочет и той, и другой, да? Да. Покупать-ка. Так, можем Тимми маленького отправить. Но я не хочу. Пойдет Долорес. Потому что Тимми... Мне написали в комментарии, чем больше ты их отправляешь на пустошь, тем быстрее рейдеры приходят. И вот это нам-то и надо. Мэри Джейн очень голодная. Хоть Тимми не похож на сильного мальчика, он выглядит прекрасно. Довольно, что пути поверхность. Голод, усталость. Короче, пожрать хотят. Наши рыжие братки. Блин, их раз жратва у нас. Мы могли бы спать... О, господи. Придется вам превратиться в пришельцев из Марса. Да, потому что... А, так, Тимми, смотри, с ним все нормально. Жажда, усталость, замученный. Жажда, усталость, замученный. Усталость, замученный. Мужики хотят пить. Ладно. Тимми сильно устал. Ну, не так уж сильно. Че уж. Так, если мы хотим световать... Так, Тимми материалы для прочинения. Что написано? Давайте. День 50-й. Неплохо. Это наш, так сказать, не рекорд. Потому что, если мать сейчас нам не принесет много чего, я скажу, ёпт, твою дивизию. Все очень плохо. Жажда, усталость. Так, только Мэри Джейн хочет попить. Замечательно. Единственная книга, которая у нас есть, руководитель юного бойскаута. Но пока что это достаточно для чтения. Тимми сможет изучать много разных вещей. Прекрасно. Да, прекрасно. Наш противоположенец очень плохо пах. И больше не защищал. Наверное, пора починить его. Хорошая идея. Но там шанс 50 на 50. День 50. О, восстановили. Замечательно. Правда, жалко. Надо Долорс было дать. Он выглядит почти новый. Интересно, что в справедении показаны инструкции по ремонту противогаза. Но кто хочет попробовать первым? Так, все. Он еще хороший психолог. Он выглядит веселым. С этим все вроде в порядке. Да, со всеми все в порядке. Ну, так, слегка. Мы нашли какие-то странные грибы. Ух ты, грибы. Они росли на одной из стен. Нехватка пипа смеляется шуткой. Так что, возможно, была бы хорошая идея съесть пару грибов. Что плохого может случиться? Я никогда не ел, ребят, грибы. И, естественно, мы не будем их есть. Это бред. Да, конечно, это самоубийство. Что у нас нет припасов. Но, может, мать принесу. Мать, молодец. Мать только заболела. Ух ты, мать-то какая. Все-таки заболела. Фуфельша. Плохо. Ну, и хоть и голодны, но есть вещи, которые мы никогда не снимем. Грибы. Так, мы рады. Долорес. Наш дом руины. Единственная оставшая мебель. А, это где? Это в нашем доме, в общем, мы. Суп взяли. Винтовку нашли. В машине, да? Машину взорвали. Да, 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 да. В машине мутное болото. Так. Дихлофос. Из дихлофоса, наверное, аптечку сделаем. Так, голод. Жажда. Жажда. Мужики хотят пить, это хочет кушать. К сожалению, аптечки пока нет. Так. Никто не хочет идти. Ладно. Казалось, апокалипсиса будет достаточно, но погасить любые наши споры. Да ни хрена. Это уже третий раз вы пишете. День 53. Так, ну хоть кто-нибудь бы восстановился, я не знаю. Тут, видите, только Тед может, наверное. Мы не смогли спать после этого спора. Будем надеяться, что не будем больше ссориться. Жажда, голод. Жажда, голод. Голод. Блин, наши бы... Так, кто пойдет наружу, никто не пойдет. Ага, телефонная будка. Ну, я знаю, там, короче, типа реклама томатного супа. Это не стоит туда нам идти. День 54. Господи... 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 Что я сделал не так? Господи... Ну почему? Ну все это хана, потому что Тед, он... Ну 20 дней он выживет, да. Долорос уже не выживет, это точно. Сходит с ума. Как? Знаете, как просто замечательно. Голод. Голод. Так, короче, родители кушать хотят. Тед не в состоянии. А интересно, если безумца выпустить наружу, он вернется. Что-то я подозреваю, что нет. Жажда, жажда, жажда. Так, мужики хотят пить теперь. Так. Кто пойдет? Да никто не пойдет. Пусто шиплю, да? А, вот, который достойный за амунацию. Он говно, на самом деле, даст, ребят. И плюс, он, кстати, может нас убить. Да. Да-да-да-да-да. Он просто патроны возьмет и убьет нас. Там такая фишка тоже есть. Блин, да че ж такое-то? С вами все плохо. Эм, жажда? Жажда. Девочки хотят попить. Блин, у нас боеприпасов уже больше нет. Припасов, точнее. Так. Нет ничего удивительного, чем стук на шипомбежище. Примуй, блядь, треск на себя. Откроем ли дверь? Давайте откроем. И кого же мы там увидим? Группа путешественников, которые носят противогазы, несут с собой серьезное бульновое. Дали нам очищенной воды? Да, это, конечно, великолепно. Так. Никому ничего не надо. Вот это круто. Так, никто в поход не хочет идти. Блин, это плохо. Мы выживать-то будем. Ёб твою мать! Она даже на табуретку встала. Это как надо так вот? Я не понимаю. Как надо нахуяриться так, чтобы вот... Я ничего не понимаю. Вы что тут нашли? А алкоголь, что ли, вместо воды? Ублюдки. А? Братишка, блин. Болеет. Жажда. Мужики хотят пить. Мэри Джейн отдохнула. А-а-а. Отдохнула, значит. Мэри Джейн не готова идти наружу. Но она справится. Справится так. Давай! А-а-а. Мы повор... Что еще раз? А? Что? Повороли с Дорорес. Течень долго она наставит, чтобы мы съели эту еду и сейчас. До безумия лучше сохранить еду на потом. Ни хера не понял. Какого хрена? Долорес, что за бред? Ну, уж сохранить еду на потом. Или мы должны отправить кого-то сейчас. Слушайте, что-то непонятно. Долорес как-то... Вроде не безумная Долорес, но... Ух ты, ух ты, ух ты. Просто вот, знаете, охрененно. Ох, поехавшая семья, надо назвать серию. Консервы. Ну ладно, консервы у нас есть. Жажда болеет. Так, пить. Пить, жрать. Жрать. Ситуация вышла с банкролем. Наша банка супа обнаружена пустой. Сегодня утром. Возможно, эту банку... Зачем мутировавшая крыса? Что-то плохо. Вот как-то. Ой. У нас, смотрите, у нас же припасов-то вообще практически нет. Сынок, что, голод? Так, хватит себе, пора посетить и поискать припасы. Так, ну-ка ты, давайте, я знаю, ты вернешься. День шестьдесятый. Ты это не вернулся, собака! А, он вернется. Ну ладно, надеюсь, вернется. Потому что будет плохо немного. Голод. Усталость. Плохо. Это очень плохо, потому что, видимо, это наш конец. Шестьдесят первый день. Так, Тимми, что с тобой? Жажда замучена. А, вот Тимми пришел в себя. Смотрите. Болеет, усталость. Сходит с ума. Со всеми все хорошо. Тимми попить. Ах, как-то, ребята, это жалко. Потому что, ну, банда говорит, сначала требовать нас все, что есть. Как мы отреагируем на этих отморозков? Пушьем. Ген шестьдесят второй. Пушьем, слава богу, в безопасности. Жажда, жажда. Так, хорошо. Аптечки у нас нет. Одну вещь, которую мы точно не ожидали, это узнать, что за дверью стоит банда людей, одета в зеленое. Они сказали, должны забирать у богата, задавать бедным. Так, давайте. Потому что у нас мы бедные. Мы еще какие бедные. Ну-ка, что они? День шестьдесят третий. Ах, вы крысы вонючие. Эти веселые люди совсем не веселые. Они сказали нам, что мы богаты. И должны поделиться 90% нашего имущества с бедными. Они сходили пару вещей и убежали. Мы ничего не могли сделать. Твою мать. Эти веселые люди совсем не веселые. Это наши шансы ухорачивает. А я думал, они поделятся с нами. Смотрите, у нас так мало всего. День шестьдесят четвертый. Тимми, жажда. Ладно, сейчас мы тебя напоим, проток. Блин, шестьдесят четвертый. Может, мы доживем? Может, рекорд? Должен был тихий день. Но банда Главрелезов, что мы сделаем? Отбиваемся. День шестьдесят пятый. О, Тед вернулся. Тед покушать принес. Еще и попить. Молодец. Только какого хрена он вернулся? Я не ожидал. Радио принес. Охренеть. Аптечку не принес. Вот собака. Так, жажда. Кушать. Жажда. Так, Тед пришел. Что это? Что это было на самом деле? Это птица? Действительно? Человек? Нет, это сбрасывание груза. Была прекрасная идея. Покинуть убежище и поставить нас коробок. Плюс два, плюс два. Замечательно. Еще и радио. Отлично. Жажда. Голодание. Жажда. Так, хорошо. Тимми, давай. Пока Арми не придет, они сообщают, что им нужно как можно больше деревьев. Мы не знаем планы, но походу надо... Ну, давайте. День 66. Стой. Бля. А, она умерла от этого. Капец. Еще и сломанный фонарь. Отлично. Голод, 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 жажда, голод. Мы срубили очень много деревьев. По крайней мере, мы сделали все, что могли в следующий раз. Они обязательно выйдут с нами на свет. К сожалению, мы сломали топор. Это безумие, Мэри Джейн. Успокоят кошмары. Ее главной миссией заключалось похватить батарейки, чтобы бодро стать. В течение одной недели, походу, это... Как эти батарейки были? Энерджайдер или как? Кролик там, постоянно кролик. В два раза дольше, походу. Ай, блин, это плохо. Это очень плохо. Дети хотят кушать. Тимми, давай, вернись. День 67. Курвык, 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 курвык. Тимми вышел на пустоши. Ой, это плохо. Тревога, кто-то пытается сломать дверь. Мы не одиноки. Вали их, этих уродов. День 68. Доживем ли мы, ребята? Побьем ли мы наш рекорд? Голод, жажда. Хорошо. Голод, жажда. Так, сегодня Мэри Джейн намекнула на день рождения. Держи, Мэри Джейн. Дихлофос я тебе дарю. Охеренная штука, поверь мне. Так, суп 0,5. У нас, в принципе, еще есть. Сохраняем спокойствие. Детям в ядерный апокалипсис просто необходимы дезодоранты. Спреф ведьма работает так же. Мэри Джейн была сильно взволнована. Все еще не может справиться. Ну, естественно. От безумия так просто, ну, не сойти с пути. Так, мы всегда мечтали с огромным тортом. Это уже четвертый раз. Интересно, что нашего песика нет. День 73. Сходит с ума, сходит с ума. Да где, черт возьми, Тимми? Мы можем работать. Так, 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 так. Мэри Джейн, это утро спокойное. Так, опять эти банки отморожков просто. Вот знаете ли. День 71. Карту сломали. Мудили. Вы что сделали? Жажда. Мы были в состоянии защищать наш дом. Каждый день Тед становится все рассеянным. А, пиолетная бумага? Сказал, что можно продолжить, когда дочитает. Конечно. Просто знаете, великолепно. Откуда взялась эти зеленые лужи? Господи. Сейчас у нас будет... Таракань Епатти, 72. А нет, остались пока. Никого нет. Мы не знали, что обычная труба во время не может протекать. Так, так, игнорировать. Мэри Джейн очень голодна. Тед не протянет. Жажда, голод. Голод, жажда. Так, мы не думали, что будет так. Давай, вали, таракана. О, Тимми вернулся. День 73. Смотрите. Он принес нам водички. Молодец. Хороший мальчик. Мы избежали шарной пули. Так, мы так боялись. Все-таки пару... Так, так, так. Что-то написано. Вдарь не осталось целыми. Автобусная станция. Одноместная команда по легкой атлетике. Так, и что, попить там кому-нибудь надо что-нибудь? Голод. Тимми, держи. Это последняя бутылочка. Мэри Джейн чувствует себя прекрасно. Кто-то пытается нам с вами не одни. А что если мы ничего не сделаем? Ну-ка. Конец. А вот и, так сказать, так же дорогие рейдеры. Все-таки они пришли. Давайте просто попялим на это. Ну, теперь мы знаем, ребят, когда приходят военные. Значит, когда очень-очень долго стучат, это военные. Причем не отвечают. Если говорят, что отдавайте нам все, и мы вообще никак не защищаемся, то приходят рейдеры. Давайте попялим на них, что ли. Вот у них винтовка, даже какая-то татуировка, смотрите, змеи. В каких-то ранах этот браток, но в противогазе. Этот тоже, видимо, ну, в каком-то таком. Тут тоже у него что-то, видите, этот напялинг, как он называется-то. Тоже что-то противогаз отчищает воздух. Тоже какая сабля, это капец. В общем, мы провели 74 дней в убежище. Ну, кстати, поставили рекорд. Так, и что же нам написало-то? Бандит не пройдет. Автобусная станция. Конец. Да. Как-то это, ребят, все-таки странно. Потому что написано, вы погибли, а Тед вроде как смотрит. Но я знаю, нас, возможно, выгнали из убежища и все забрали. Да и убежище, скорее всего, тоже. Че уж. Но, по крайней мере, мы не знаем историю, что дальше случилось. Ну что ж, ребят, с вами был Зелел. Ставьте лайк, если вам понравилось. До скорой встречи, дорогие друзья. Бай. Бай. Бай.